добрый день дорогие друзья подписчики моего канала а также его гости 2 июня 2022 года давайте посмотрим как развивается у меня виноград в теплице и в открытом грунте для новичков покажу какие операции я делаю в это время также скажу что два дня назад я обработал свой виноградник так как стадии развития везде разные но это была первая моя обработка использовал я препараты фуфанон от вредителей falcon от аидиума также редомил gold от мильдию и мегафол как восстановитель и как бы чтобы помог лучше перенести эти препараты винограду вот давайте посмотрим что я делаю на данный момент значит смотрите куст кишмиш велес смотрите какие большие у него грозди что я с ними сделаю вот этот вот кончик я откусываю так как у нас примерно нужно оставлять один килограмм ягоды так как живем мы в северных регионах поэтому часть грозди я уменьшаю то есть получается даже не полноценная грозь не говоря уже там 2 3 об этом я вообще речи не веду грозди у велес очень большие поэтому я их укорачиваю дальше проходя по винограднику обязательно прищипываю усики вот видите усик я его прищипываю начале июня уже у некоторых начинают расти пасынки тоже за этим нужно следить я здесь сейчас разносил в две плоскости свои шпалеры так как не уместилась у меня в одну плоскость мучился я мучился и все-таки решил их добавить еще одну плоскость и немножко развести потому что загущенность была ужасная поэтому дальше мы смотрим на пасынки я вам сейчас покажу где-нибудь я еще вот например смотрите вот пасынок вот в пазухе листа образовался вот такой пасынок его обычно прищипывают на один или два листика я здесь прищипну на два но если сильные загущены я прищипываю на один листик оставляю один листик остальное убираю опять же не забываем про усики усики нам не нужны они только забирают на себя питание что еще мы смотрим на виноградники смотрим чтобы у нас расстояние между побегами было как можно больше но у меня к сожалению условия в теплице ограниченные поэтому я не могу сделать сантиметров через двадцать меня в основном не получается только где молодые кусты вот здесь например кишмиш цинус молодой куст здесь конечно ему простор оставил вот снизу молодые побеги участь прищипли у него усик возможно сделаю 12 отводка здесь у меня молодые саженцы пересадил их стаканчиков полтора литровой емкости и они продолжают у меня вегетировать вкус преображения по обряд по преображению могу сказать что необходимо его за ним следить очень много выдает пасынков очень много гроздей выдает на пасынках когда начинаем чеканец там вообще пасынки дуром пруд поэтому за этим тоже надо следить не забываем подвязывать свой виноград особенно в открытом грунте в теплице здесь ветра меньше поэтому не так это критично но опять же вот сегодня подвязывал сейчас я вам покажу мне тут посоветовали что все таки если мы топиниром работаем то необходимо его крест-накрест тогда он вот держит вот у меня топинир конечно им очень быстро работать но проблема в том что видите когда ветер вот это начинает качаться мне посоветовали сделать крест-накрест вот видите я крест-накрест сделал получше держится но все равно проволочкой или же китайским вот этим зажимом намного лучше хотя в скорости конечно эти два способа уступают топиниру ну в общем то все мои сорта развиваются более менее нормально видеть верхние листья блестят говорит о том что с кустом все порядке порядке значит коронки загнуты то есть это еще один из показателей того что куст успешно развивается лето началось первые недели теплые 23 градуса сегодня всем кому понравилось видео ставьте лайки подписывайтесь на мой канал и будьте здоровы